Всем привет, с вами Orbex, и сегодня я буду делать карту в летнем стиле в Roblox Studio. Итак, сначала нам нужен шаблон, на котором мы будем делать нашу карту. Заходим в Create и нажимаем Create New Experience. Если у вас еще нет Roblox Studio, вам предложат скачать. Выбираем шаблон. Вот мы и в программе, и я буду делать остров посреди океана, поэтому, чтобы сделать его, я зайду в Terrain. Здесь можно сгенерировать ландшафт, но я не буду. В Edit выбираем Add и просто начинаем рисовать остров. У нас получилась вот такая вот фигня, и чтобы это загладить, выбираем Smooth. Сглаживаем где-то нужно. Итак, у нас есть остров без воды, и чтобы ее добавить в этом же окне, выбираем Sea Level. А далее регулируем как хотим. А еще мы можем перекрашивать ландшафт, например, перекрасить траву на песок. Нажимаем на инструмент Paint и выбираем песок. Перед тем, как мы начнем строить стрейни, мы можем полегулировать настройки воды. В правой верхней панели Workspace мы должны выбрать Terrain, а потом порегулировать настройки воды внизу. Начнем строить. В этом мне поможет плагин Building Tools by FatGX. Ссылка на него будет в описании. Открываем его, и у нас есть вот такая вот панель. В принципе, тут все такие же инструменты, что и в оригинальной панели, но здесь они собраны более компактно и удобно. А давайте построим домик. В окне Home добавляем парты, здесь же можно поменять цвет и материал. В плагине это можно сделать, нажав на шестеренку или английскую N на клавиатуре. Чтобы клонировать объекты, кстати, нужно нажать на сочетание клавиш Ctrl D. Начинаем строить. Домик готов, и по такому же принципу можно построить полотенца и пальмы. Но чтобы добавить, например, к факелу огонь, придется в верхней панели зайти в параметры Model и чуть левее выбрать эффект, который вы хотите. Но внизу его можно регулировать. Когда весь ландшафт и постройки готовы, можно сделать реалистичную графику. На правой панели кликаем на Lighting и пониже технологию Shadow Map меняем на Future. Потому что эта графика будет детальнее и реалистичнее. Чтобы от сфонса были лучи, добавляем Sunrise Effect. Потом добавляем Bloom Effect. Если хотите, то также можно добавить и отрегулировать Death of Field. Чтобы зрение стало чуть размытие. Для того, чтобы игру появлялся где надо, мы добавим Spawn. Он там же, где эффекты. Ну и теперь можно сохранить. Кликаем Publish to Roblox и тут мы должны изменить название плейса. Описание, жанр, на каких девайсах будет работать ваша игра и на этом все. Ваша игра появилась на сайте Roblox в окне Крэйте. Здесь можно разрешить играть вашу игру всем пользователям. Просто нажимаем на этот глаз. А еще вы можете изменить настройки, нажав на эту шестеренку. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Продолжение следует...